привет мои дорогие ульяшенька ушла от меня дня на 2 на 3 забрала ее маман скажем так сегодня нас 28 число завтра меня день варенья я вам уже говорил что у собирать и особо не буду но я все-таки решила испечь торт и торт я буду печь вместе с вами мои дорогие торт получается простой приготовление но довольно таки как варится вкусненький ну что пойдемте на кухню видали какая хозяюшка одел фартук модница да и только будем сейчас мы с вами готовить поставил стирка стирается меня ой счет я совсем прям ассаб рассопливилась сейчас поставлю я штатив подниму камеру чтобы вам было лучше меня видно так здесь вот достала куриное филе разморозится хочу я сделать котлет его заморозить уберу кастрюлю тоже подготовил ульяшки кашку подварить ну наверное завтра это просто кажется окружилась помыла кастрюлю брать пока еще не права все мои ненаглядные хватит мне лясом трясти как говорится или трепать языком начинаем приготовление начнем с бисквита возьму яйца 3 и 5 5 яиц взяла можно 6 посмотрю может быть сейчас еще одно возьму яичко яйца я уже вам говорила я всегда мою иван совет и тоже мыть яйца а по многие я знаю их не моют куриные яйца я имела ввиду без юмор никуда прав мои хорошие так где здесь мой шикарный нож даль какой шикарный вот штатив никак не хочет у меня стоять опускается вниз хотя в принципе уже можно опустить чтобы вы смотрели что я делаю яйца я разбиваю в миску и яйца куриные что-то мелкие не знаю может быть прав взять еще одну сейчас погляжу поставил стирку стоит машин стирает не помню говорил нет ох чуть шелуха не попал яичные в миску так яйца я разбила куриные ох забыл я мои хорошие достать миксер часа быстренько это дело исправлю как всегда у меня граммовень опа и еще сразу нужно мне разогреть духовку отодвину плиту уже многим я кто смотрел знают почему я подвигаю для того чтобы не повелись панели у меня если кто не знает видать какая богатая сколько у меня всего всякой всячины люблю я разные формочки это прям обожаю он пойду за спички сбегу спички на балконе пока отключу камеру все мои дорогие я с вами духовку включила так яйца я разбила миску куриные теперь возьмут бокал добавлю сахар ну я не совсем полный бокал потому что будет очень сладко хватит и столько не сахара так выбросить куриную шкарлупу наверное сейчас опущу камеру сейчас я достану миксер из коробки и буду вам показывать дальше опа тогда спешишь стараешься побыстрее что-то делать и обязательно все из рук валится у меня хотел шоколад купить вчера были с ульяши магазине для украшения ну как обычно я забыла но посмотрю может быть мне там где завалялась в холодильнике шоколад посмотрим если есть то хорошо так опущу камеру чтобы наблюдали что я буду делать но руки как всегда у меня в камере куда без этого перемешаю сильно у меня не летел ничего в разные стороны и буду взбивать я взбивать я буду яйца сахаром прям вот до такого пышной пены то густой ну сейчас увидите можете опрос как неправильно выражаюсь пока отключу камеру чтобы тоже особо не напрягать вас слушать вот это дребезжание а после включу слегка я взбила еще я добавлю прям совсем немного соду пищевую совсем чуть-чуть ну вот на кончике где-то чайной ложке и опять буду все это дело взбивать вспомнила как правильно нужно сказать пока яичная масса не увеличится у меня в объеме а то говорю все как то я не так как надо собрать все с краев миски и 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 все мои дорогие видите масса яичная увеличилась и плюс она стала густой теперь я добавлю муку бокал муки И такой же бокал, в который я насыпала сахар. Надеюсь, вам все хорошо видно. Ну, вроде бы, смотрю, видно. Поглядываю на телефон. Грым, грым, грым. Я без этого никуда. Так, это я уберу в сторонку. Ой, мама моя дорогая. Крыша поехала. Я забыл, как вытаскивать. Вот, значит, я редко теперь что-то делаю. Так, а как же мне вытащить? Правда, забыла? А, наверное, вот так. Точно. Ой. И прям упала у меня в мисочку. Ну, ладно. Хулиганю я сегодня. Вон, все на плиту. Брызги разлетелись. Ну, ничего. Уберется. Не страшно. Так. Муку я просею. И аккуратно перемешаю. Уже не миксером, а ложкой. Была у меня силиконовая лопаточка. Отдала сынули. Ей, конечно, было бы поудобней перемешивать. Почему не миксером я так делаю? Наверное, я думаю, знают многие. Чтобы пышней был бисквит. Ну, я думаю, из-за этого. Может быть, разницы никакой. Но мне кажется, что, когда аккуратно перемешиваешь, получается намного лучше. Медель красотища какая. И быстро все получается. Самое главное, конечно, хорошо ее перемешать, муку. А то, вот видите, попадается мука неразмешанная. Дочки моей нету. А я вот торт печь собралась. Хотя она такие вещи у меня пока не любит. Не ест она тортики. Она и печенье у меня не ест. Из выпечки вот только она что ест, это... О, Господи. Вот правда память-то. А что она из выпечки ест? Оладушки. Что-то я вообще говорю. Последнее время, я не знаю, стал как это. Склеротик какой-то. Стал уже даже забывать слова. Погода вообще, холод какой-то. Но это какой-то кошмар, а. Интересно, что на Пасху будет за погода какая. Ой, все-таки не знаю. Наверное, я на Пасху, вот не знаю. Испеку я все-таки, наверное, куличи. Уже привыкла я каждый год выпекать. Единственное, вот немножко я сделаю попроще процесса. Но если я буду выпекать, я обязательно это, конечно, сниму. И вы тогда увидите, как и что я буду делать. Так, ну, вроде бы все. Я перемешала. Муки нету. Да, ложки неудобно, конечно, перемешивать. Лопаткой было бы намного проще. Духовка сейчас я посмотрю, что там. Духовка у меня практически тоже разогрелась. Так, ну, вроде бы нормально. А, нет, вот еще немножко мука. Возможно, можно было бы миксером все это дело сделать. Было бы и быстро. Ну, вдруг бисквит будет не такой пышный. Сделаем уж как положено. Так, ну, все. Убрать бокал в сторону. Возьму я форму, естественно. Я уже застелила бумагой. Форму я смажу слегка, на всякий случай, маслицем растительным. Тут самое главное, промазать не бумагу, а бока у формы. Бумазик, я думаю, ничего не прилипнет. Так, вроде бы нормально промазала. Корж я буду выпекать, точнее, бисквит. Вот, где-то я разогрею духовку до 200 градусов и буду выпекать. Перекладываю форму. Все-таки вот мучиться у меня неперемешанной попалось. Ну, ничего страшного. У меня по-домашнему, я непрофессиональный, как говорится, пекарь, пекарь. Ужас. Ох. У меня, конечно, еще проблема, что я вечно делю коржи неровными. Почему-то это дело получается. Как я ни стараюсь, ни пытаюсь. Но все равно получается один корж у меня потолще, другой потоньше. Вот, попробуй сегодня. Прям буду стараться, чтобы было ровненько. Конечно, там ровно, неровно. На вкус это никак не влияет. Ну, смотришь у людей. У них все красиво, ровно. Ну, а у меня вот так. Не зря же мой канал называется. Готовим быстро, вкусно, по-домашнему. Все, до последней капельки отправляю в форму. Так. Вот, видите, сколько у меня, как, бисквит в форме. Потом, посмотрите, что получится, когда приготовится. Немножко вот я как бы разровняю. И отправляю я в духовку, в разогретую, уже вам сказал, до 100 или 80, или до 200 градусов, выпекаться. Духовку ни в коем случае я в течение 10 минут я открывать не буду. А может быть и больше, может 15 минут, чтобы бисквит не осел. Так, все, духовка как раз разогрелась так, как мне нужно. Ставлю выпекаться. Поднять камеру. Так, а мы сейчас будем готовить крем. Сейчас я здесь уберу, чтобы мне не мешала мука. Крем у меня простейший. Пропростейший. Сейчас я помою миску, потому что она мне будет нужна. Я в этой миске, где делаю бисквит, буду готовить крем. Помою посуду. Тоси миску. Остальное, что там лежит, попозже помой без вас. Ой, знаете, что забыла? Ё-моё, они ведь есть. Ванилинчику добавить в бисквит. Ну, надо вот. Ой, что-то да забуду. Ну, конечно, там и не критично, что я не добавила. Ничего страшного. Так, мисочку я вытерла. Возьму я сметану. И сгущённое молочко. Опа. Конечно, ложку мне надо. Сметана хорошая, густая. Брала в светофоре. Там, в принципе, мне нравится сметана. Добавляю вот всё вот как. На глаз. Нет там определённой у меня пропорции определённых. Приблизительно, чтобы мне хватило. Ну, конечно, экономить не буду. Я на креме. Видали? Вот всё, что осталось. Вот. Ну. Пол ведёрки я добавила. Ммм. Что ж добру пропадать. Оближем пальчик. И сгущёнку также налью. По своему вкусу. Сейчас я перемешаю. Попробую на сладость. Взбивать я ни в коем случае не буду. Давайте всё. Опущу камеру. Опять же, чтобы вы смотрели не на меня, а как я делаю. Взбивать не буду. Потому что сметана станет жидкая. Я просто аккуратно перемешаю ложкой. С кремом, возможно, я и перестаралась. Со сметаной. Можно, наверное, было поменьше сделать. Ещё добавлю. А то не особо сладко. Да, крема будет, наверное, много. А может быть, нормально. Побольше. Тогда я не буду коржи пропитывать. Побольше сметанки. Побольше кремом посильнее промажу. И коржи меня пропитаются. Ой, наверное, уж ещё добавить. Я думаю, что крем-то сладенький должен быть. Чё-то, правда, я прям с кремом смотрю. Вот, ну, сделал я крема. Ох, щедрая душа называется. Пробуем. Всё. Замечательно. И уберу я крем в холодильник. Пусть постоит, может быть, станет погуще. А то в комнате будет жиденький совсем. Накрою тарелочкой. Всё. Понесла в холодильник. Опа! Нужно немножко там освободить место. И это тоже убрать сразу, гущёнку. И сметанку надо убрать. Так что ждём, когда испекётся бисквит. Тогда отключу пока камеру. А когда уже бисквит у меня приготовится, буду вам дальше показывать, что буду делать. А сама в это время вот помою посуду и уберу, чтобы не мешалось. Всё, мои дорогие. Скоро увидимся. Ну что, друзья. Пойдёмте с вами посмотрим бисквит. Друзья, я так подумала, чтобы не был особо длинный у меня влог. Я вам сейчас покажу сам бисквит. А продолжение я сделаю вторую часть. Как и что я буду готовить дальше. Ой, поднять камеру. Так, а где у меня растерялась я поставить, чтобы форму? Так. Ну и вот что... Ой, это вообще правда. Что со мной происходит? Сейчас я посмотрю. Так, по-моему, всё готово. Опустить. Вам показать, что у меня получилось. Проверю я его палочкой для ролл. Хотя она что-то у меня толстовато. Проверю я започисткой. Всё отлично пропеклось. Проверю я его плачу. Всё отлично.